Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о здравоохранении, но довольно-таки из двух важных позиций. Во-первых, в нас в гостях врач, настоящий врач-стоматолог, хирург в высочайшей категории, правильно по закону называть высшей категории, но мы добавим высочайшей. А также член общественной палаты городского округа Люберцы Наталья Львовна Феоктистова. И таким образом, с одной стороны, вы практикующий врач, который работает, у которого много пациентов. С другой стороны, вы как бы еще и следите за своими коллегами, в том числе и за собой, чтобы наше здравоохранение было на высоком уровне. Вот что такое общественная палата сегодня и как вы туда попали? Ну, наверное, сразу же скорректирую, что не следим, а помогаем. Помогаем. Помогаем, если... Сразу же так, отслеживаем помощь, да. Отслеживаем помощь. Почему? Потому что бывает, что глаз замыливается, и чего-то где-то мы упускаем. И общественники могут как раз и помочь с тем, что мы общаемся с людьми, люди обращаются с какими-то вопросами, жалобами, предложениями. И у нас есть возможность пообщаться с руководителями здравоохранения, и они нас слушают, они встречаются с нами и принимают наши либо предложения, либо говорят, как лучше сделать какую-то ситуацию. Понятно, что мы сейчас вернемся к теме именно здравоохранения, но все-таки изначально общественная палата... Вот смотрите, у нас есть депутатский корпус, причем многоуровневый, да. У нас есть администрация, у нас есть другие общественные организации. Зачем еще нужна общественная палата? Мало того, примерно такой инженер-институт существует на самом высоком уровне при президенте Российской Федерации. Это и было создано по указанию. Вот почему он существует, и опять же, как вы туда попали, каким путем туда... Как стать членом такой замечательной организации? Иметь желание помогать людям вне зависимости от своего статуса, от финансовых возможностей или каких-то требований. Просто организую праздники, мероприятия, встречи. То есть такая нагрузка общественная. Это вот именно и является, что вы тот человек, который готов идти всегда на общение с людьми, и люди готовы общаться с вами. Ну и автоматически они раскрываются. Я так понимаю, что там разные вопросы обсуждаются на общественной палате. Абсолютно. То есть вы можете поучаствовать в обсуждении и тем, которые не связаны с здравоохранением. Абсолютно. Да, другое дело, что у нас в общественной палате распределены направления для того, чтобы этот занимается педагогикой, этот здравоохранением, социальными вопросами, многодетными вопросами, благоустройством. То есть точно так же, как вы и сказали про депутатский корпус. Я так понимаю, что если депутат всё-таки это ещё, скажем так, тоже же общественные, я имею в виду наши депутаты, советы депутатов, они ни зарплату не получают, у них даже нет бюджета, который они... Бюджет только имеется в виду. Но они более ограничены в своих. Да, они ограничены. Но тем не менее, они более... Слово депутата – это слово депутата. А вот уже общественная палата – это всегда воспринимается, ну знаете, как чуть больше сердца, что ли, чуть больше каких-то эмоций, чуть больше доверия. Потому что там работают не просто люди, ну ведь депутаты – это всё-таки выборная история. Человек может хорошо показаться, он может быть... Ну у нас тоже выводят. Да-да-да, я понимаю, сейчас малоизвестным, но тем не менее предложить такую программу, и люди могут за него проголосовать. Что касается общественной палаты, всё-таки, как правило, туда попадают люди, да, тоже не просто захотел, пришёл, да, есть какой-то момент, но всё-таки люди профессиональные, с опытом, которые знают не только технологию и схему своей работы, но ещё имеют сердце, отношение... То есть здравый ум и правильное сердце, верно? Да. То есть тут должно быть всё-таки большое желание именно отдать, как вы говорите, и ум, и сердце людям абсолютно безвозмездно. Какой-то такой небольшой элемент самопожертвования, что ли, с одной стороны, а с другой стороны, мы же являемся как глаз народа. Да. То есть вы услышите меня, вы хотите услышать меня, и вы доверяете мне. Ну, хорошо. То есть это такое как бы передаточное звено между людьми, в данном случае пациентами, если речь о медицине, любой, да, и между органами власти, самыми разными, да, которые тоже, конечно же, ну, понятно, что власть, как правило, любят покритиковать, там не сделали, там в поликлинике что-то не хватает ещё. И это понятно. И, к сожалению, это всегда будет, потому что, ну, общество так живёт, где-то что-то может происходить, случаться, вот депутаты к нам приходят, мы их сразу спрашиваем, как там у вас с водой горячей, всё ли работает, и они сразу так как бы на любимую тему. Да, да, да. А то, что касается здравоохранения, конечно же, эта тема очень важна, и вот тут возникает вопрос, мы все пережили пандемию, сейчас уже поднимается вопрос о том, ну, во-первых, после пандемии всё время пытаются запустить слухи, то там, то тут что-то появляется, вот тот самый омикрон, это как бы одна из последних разновидностей, вроде бы вот она сейчас из Москвы потихонечку начала распространяться, но врачи, самые главные, все наши службы говорят, что ну да, есть такое, но это не 20-й год. Тем не менее, вот как вы считаете, как уже профессионалы, как член общественной палаты, что это было, и как это повлияло на восприятие медицины со стороны не только власти, но вообще людей всех? Знаете, если говорить про эпидемию, они же были всегда, это исторически было всегда. То, что возникло в этот период, это, вы знаете, помимо того, что это как какой-то либо вирус, но тут же я же ещё скажу, что и само общество очень сильно изменилось, да, то есть мы претерпеваем изменения, как люди, и наши бактерии, вирусы, которые вокруг нас, они претерпевают изменения точно так же и с нами. А насколько мы можем адаптироваться друг к другу, и насколько мы можем принимать друг друга, отсюда и будет исходить период, будет эпидемия, будет проблема, или мы так же трудиться и будем продолжать жить. Ну, если говорить, простите, да, но если говорить всё-таки о возникшей эпидемии или вирусах, вы обратили внимание, что вирус и вот эта эпидемия возникла на том моменте, когда люди стали меньше внимания уделять своему здоровью? Да, расслабились. То есть вакцины есть, медицина есть, всё хорошо. Ну и плюс общество потребления активное. Общество потребления активное. Едим всё, пьём всё, гуляем постоянно. Еда есть, отдых можем позволить себе любой. И диспансеризация ушла на дальний план. И почему-то сказали о том, что это всё нехорошо. Вот понимаете, я вот на территории городского округа Люберцы, тогда ранее Люберецкого района, как врач я уже 28 лет. Это срок. Да, это срок. За 28 лет я не могу сказать, что медицина стала хуже. Я могу сказать, что мы, как люди, где-то в какой-то степени стали хуже относиться к каким-то моментам. Но медицина нет. И вложение государства, и помощь государства, и здравоохранение, оно колоссальное. Оно очень сильно изменилось. Нам только людям надо успеть это принять и смочь это принять. А принять мы... Ну, давайте мы её просто элементарно. Ну, вот есть же диспансеризация. Ну, давайте мы её проведём. Ну да, сходите. Не трудно же. Да, сходите. Не надо заниматься... Платить деньги же не надо. Не надо деньги платить. Сходи, да, всё. На не время просто. Элементарно. То есть почему-то мы ищем, что нам должны сделать какие-то высокотехнологичные исследования. Они нам не нужны. Нам нужно... Начните с малого. С простого. С того, что... Посмотри, обследуют, посмотрят, послушают. Сдадите анализы, сделают УЗИ. Рентген, да? Раз в полгода это сделать, и ваш организм под контролем. И для вас, и для медицины. Ну, возможно, мне так кажется, что человек так устроен, но всё-таки принцип, пока, как говорится, рак не свистнет. Это точно. Это точно. Да, ну вот вы как врач, всё-таки особенная такая специальность врач-стоматолог, да. Это точно, как правило, редко, когда... Ну, сейчас, может быть, по-другому поправите меня. Люди заранее приезжают, а в основном раньше особенно. Вот пока не заболел зуб, нам зубник, извините. Я знаю, что в это не нравится, не нужен. Да, да, да. Да. Но сейчас уже научились. Зубник уже не говорят, да, зубной врач, но ещё могут сказать. Но в основном стоматолог выговаривают уже. Ну, видите, прошло время. Да, прошло время. Второе. Люди понимают, что можно попытаться избежать вот этой срочной внезапной боли, когда просто, ну, как говорится, концы можно отдать от этой боли. И поэтому, вот, значит, можно научить человека правильно относиться к своему здоровью. Можно. И ещё тут вдогонку вот этот ЗОЖ, о котором так много говорит молодёжь, а мы же всегда ориентируемся на молодёжь, здоровый образ жизни. Правда, он немножко иногда превращается всего лишь навсего в бренд или в тренд, но люди не выполняют его. Так вот такой вопрос. Раз такое можно, может быть, тогда как-то по-другому надо медицинские вот эти вот все наши документы перестраивать немножко в другом направлении. Документами не знаю. Не документы, я имею в виду, методику саму. Не уверена. Ну, почему люди не приходят? Вроде же всё хорошо, бесплатно, пожалуйста. Ну вот смотрите, вот опять возвращаемся, мы всё-таки общественная палата, да? Конечно, да. Как раз вот этот нюанс, что со стороны общественной палаты меня услышат лучше, чем когда я как врач-стоматолог скажу, что придите на диспансеризацию. А вот как общественницу меня слышат хорошо. Работает? Да, реально работает. Если сказать, что по своей профессии. У меня есть коллега по общественной палате, Комель Марина Сергеевна, она директор детского садика, и мы на её базе смогли реализовать мой проект, который называется «Формирование устойчивых привычек профилактики заболеваний полости рта». То есть вот там в детском саду? В детском саду. Это в игровой форме. У деток есть зубная паста, зубная щётка, и они приходят утром, как вот приучают горшку, так приучают к зубной щётке и зубной пасте. Но у них есть отдельно сделанный стоматологический кабинет. Но кабинет не для сверления. Да, для страха. Да, для страха. А кабинет для профилактики. А что в этом кабинете? Там есть зеркала, есть раковины, и ребёнок чистит зубы. Потом ему дают стаканчик, он полощет зубы специальной жидкостью, которая, если он плохо почистил, окрашивается либо в красный, либо в синий цвет. Ты себе тоже такой бы взял бы. Пожалуйста, обеспечим. Дальше ребёнок садится в кресло, которое украшено шариками, есть игрушки. Он садится в кресло, и подходит врач в белом халате, но ребёнок это воспринимает, это же игра. Он благополучно открывает рот. Выполнялся командой. Да. Я смотрю, что у него есть во рту, и показываю ему зеркалом, что вот видишь, вот тут ты плохо почистил. Но одновременно я ещё и делаю осмотр. Вот она та диспансеризация, о которой я вам говорила. Да. Как бы не принадлежа. Когда родители говорят, мы не можем затащить ребёнка, он там кричит, ещё даже там в коридоре. А тут они все. Ни одного ребёнка не было, который бы заплакал. Ну вот, а я об этом же как раз и говорю. Новый способ. Пожалуйста. Все проекты есть. Пожалуйста. Потому что и на нашей территории городского округа Люберцы они реализуются. Реализуются, тем более, вы абсолютно правильно говорите, мы сейчас будем уже делать паузу. А если говорить вообще о любой, наверное, медицинских... Ну, человек, существо, к сожалению, болящее, да, с самого первого дня, за нами потихонечку мама, врачи там, мы же не помним себя, когда мы лежим в этом боксе. Да. Природа велика и могучая, а мы там маленькие существа. Да, да, да. И, конечно же, когда нам, чем раньше нам это прививают, и когда человеку сказать, что для него приход на ту же самую специализацию, это обязательно условие. Конечно. Но уже для этих детей, которые прошли через этот детский садик... Да, это уже будет по-другому. Для них не будет этого... Какой страх? Правильно. Идём к стоматологу, и всё. И всё. С песней, с радостью, с шариками. Напомню, что у нас в гостях Наталья Львовна Феоктистова, врач, стоматолог, хирург, высшей категории, член общественной палаты городского округа Люберца. Говорим с вами о здравоохранении. Сейчас сделаем небольшую паузу, а затем продолжим. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Наталья Львовна Феоктистова, член общественной палаты городского округа Люберца. Я так понимаю, вы возглавляете комиссию по здравоохранению, да? Обязательно нужно об этом сказать. То есть это ещё как бы добавляет определённого статусности. Ну и, конечно же, врач, стоматолог, хирург, высшей категории, то, о чём мы говорили в финале первой части программы. Давайте вернёмся уже к вашей вот работы. Общественница, комиссия. Понятно, что комиссия по здравоохранению – это, наверное, тот общественный орган в данном случае в общественной палате, куда приходит масса всевозможных, наверное, от населения, ну, скажем так, обращений. Вот давайте так. На что в основном жалуются люди? Что им не нравится? В чём проблема? Что вы же потом, наверное, каким-то образом доносите эту информацию до коллег, до тех же медиков, которые работают, или до власти? Вы знаете, у нас в общественной палате, помимо того, что люди могут приходить просто так вот оффлайн навстречу, у нас ещё есть в Телеграме, Телеграм-чат, который сделан общественной палатой Московской области, тут Мартынов, да, наш коллега по общественной палате, вот, в котором я могу в принципе читать и видеть регулярно, какие замечания, какие вопросы, какие обращения. То есть я могу промониторить и то, с чем ко мне обращаются, и то, что пишут в чатах. Есть, конечно, ну, не знаю, там процентов, наверное, 5-7, где действительно медицинский аспект, который связан, что что-то сделали вот конкретно вот не так, и то человек был необъективен. А основная масса обращений – это отсутствие сервиса. Понимаете, то есть у нас проблема, у нас страдает сервис. Но ведь стараются же уже делать. Стараются. Очень много, очень много стараются. Очень много. Люди же приходят, и у нас же целое, по-моему, медикам, может быть, я ошибаюсь, но медики идут в ногу буквально с интернетом, потому что я помню, когда появилась эта система записи и так далее. Понятно, что в разных регионах страны это по-разному происходило, но, тем не менее, насколько я понимаю, многим людям не хватает такого человеческого общения, потому что ты приходишь, ты, в общем-то, у тебя где-то что-то заболело. Ну, ты не в курсе. Ты не полез в интернет. Это еще один аспект. Это кто-то не полез. А в большинстве случаев полезли. Да, вот пока не полез. Ну, может, по возрасту человек пришел. И он видит, что врач все время набивает там что-то, раздеваетесь, несмотря. Раздеваетесь, да. Что-то в лучшем случае он подойдет, там что-то, или она постучит и так далее. А некоторые, ну, смотрят так вроде, ага, ну, чего, где, что, даже иногда не смотрят в глаза. Потому что насколько сейчас, сколько у нас там, 13 или 15 минут по закону, да? Вот 20 до 40, смотря на какого специалиста, да. Ну, хорошо. Но все равно 20 минут. А человек может пока медленно сообразить, вспомнить. Особенно пожилой. Возраст, да. Да мне кажется, любой. Потому что иногда заходит молодой человек, у которого вдруг что-то впервые в жизни, и он стопорится, потому что он не знает, как это делать. О чем я говорю? То есть не хватает не просто сервиса, а, возможно, сервиса через человеческое отношение. Может быть, так? Тогда, значит, нам не культивируется изначально, как те люди, которые идут в здравоохранение, не культивируется понятие диантологии. Да? Потому что это не то, что связано со временем или с местом, где я работаю. Это связано с вашим принципом, профессией, которую вы выбрали. Понимаете? Потому что вне зависимости от того, 20 минут или 15 минут или 40 минут, я обязана выслушать больного. Вот это важно. И вам должно быть интересно. И мне должно быть интересно. Вот, да. То есть это моя основная задача. И да, я согласна, что мне там необходимо заполнить всё, и миасы, и миасы, по закону, и всё это прочее. Но это можно обыграть. Потому что кто-то может обратиться, доктор, мне только справочку, да, но чаще всего такое бывает, да? Вот мне тут вот только взглянуть. Человек может не понимать, что вот это вот только взглянуть, это в вашем понимании взглянуть, а в моём понимании я должна осмотреть всё. Даже разговаривая с вами, я уже... То есть вы как профессионал, или как, возьмём, ну, как закон, да, профессионального врача любого, да, любого направления, он должен максимально углубить... Максимальное внимание. Максимально. Может быть, даже сделать больше, даже то, что пациент не заметит, да? Вот. Абсолютно правильно. Чтобы убедиться. Ну, вот нашей профессии в журналистской, например, я должен добраться до истины, я должен достучаться и понять, почему это произошло, узнать, расследовать, да? То же самое и здесь. Вы тоже исследуете, расследуете состояние здоровья пациента. И, наверное, вы правы, что многим не хватает вот этого. И поэтому, наверное, в чате в том и пишут. Вот, не посмотрели. Именно так и пишут. Забыли, то забыли, то это вы не выписали больничный лист, то там вызвали врача, он не пришёл. И как реагирует тогда общественная палата на такие... Ну, это же жалобы. Благодаря вот этому чату реагирует уже учреждение здравоохранения. То есть сверху, сверху. Да. То есть получается, что общественная палата, создав этот чат, это ускорило процессы обращения и реакцию учреждения, да? То есть те же самые руководители или ночмеды, или заместители главных врачей, то есть представители заведующих отделений, поликлинических отделений. Они реагируют, да. Они сразу же реагируют на поступившее обращение. То есть не надо человеку писать на добродел или ещё куда-то. Пожалуйста, вы обратились в чат, представители учреждения увидели ваше обращение и сразу же пустили его в работу. То есть буквально в течение 30, максимум 40 минут, вы получили ответ. А не 30-40 дней, да, как раньше? А не 30-40 дней. И тут ещё очень такой важный момент. Вы же тогда можете вместе с коллегами даже смотреть, если по отношению к какому-то учебному, лечебному заведению приходит всё-таки больше каких-то жалоб, и не один человек, да? Бывают же такие люди, начинают строчить, что тоже плохо. Конечно. А именно всё-таки, вы видите, два, две-три жалобы от разных людей, разного возраста, в разное время пришли. Значит, наверное, что-то не так с этим. И, наверное, туда нужно или комиссию направить, или вызвать человека. Вы можете, например, вызвать главврача? Можем. Мы не то, что вызвать. Да, предложить пообщаться. Мы можем предложить пообщаться. Можем. А он может проигнорировать это, в принципе? Ну, такого ещё не было. Такого не было. Хорошо, а как это проходит? Вот приехал условный главный врач, на которого не на него, а на его заведение пришли жалобы. Вы как-то просто общаетесь, пытаетесь понять, почему или как? Как механизм этот выстроен? Нет, тут так же, как мы сейчас ведём с вами диалог. Диалог. Это точно так же. Открытый. Да, открытый. И то же самое, что тот же самый главный врач или его заместитель, это в зависимости от его возможностей, он подбирает уже время. Или может рассказать, что конкретно произошло. И сказать конкретно, или объяснить, почему, например, повторяющееся вот это вот замечание или это обращение. Вы знаете, я думаю, что когда-нибудь, может быть, этот чат будет и не нужен. Когда мы, медики, всё-таки вернёмся к тому и поймём, что, ну да, мы оказываем медицинскую помощь, но сделали нас сферой услуг. Ага. А вот тут вот небольшой крен. Ну да. Как можно и оказывать помощь, и услугу. Ну да, да, да. И опять же тут человеческий фактор ещё очень серьёзно работает. Опять человеческий фактор. То есть, понимаете, если я хорошо отношусь уже как врач, как профессионал, отношусь хорошо к больному, а я обязана это делать, потому что это идёт от моего сердца. Ну да, конечно. Значит, я не услуживаю вам. Я уже вам не услуживаю, понимаете? Потому что услуга подразумевает, что я это делаю за что-то. Ну да. То есть, вы мне там улыбаетесь, да, я вам плачу деньги. Да, да. А это же не так. Ну да. У нас же это не таким образом выглядит. Мне кажется, что, наверное, не найден вот тот самый вот момент, который вы называете вот этот психологический аспект, когда если ты всё-таки тебе лучшие услуги оказывать, значит, ты идёшь, ну, в какой-то платный. И больше нигде, ну, тебе не дают как бы вот этот билет, который позволяет работать. Но это же не подразумевает как раз то, что моего профессионализма. Да. Я могу, может быть, вам не улыбаться, но сделать высокопрофессиональную услугу. Ну, опять же, это человеческий фактор. И мне кажется, что вот как раз общественная палата для этого создаётся, и не только в плане медицины и всего остального, потому что есть технологические вещи. В конце концов, любой документ, который кто-то, эти вот СНИПсы, как они там раньше назывались? Санпины. Да, да, Санпины, всё это, я имею в виду, по любым направлениям, ГОСТы, технические условия, они же все всё-таки подразумевают, ну, некие изменения. Жизнь продолжается, да, меняется. Конечно, конечно. Вот мы знаем, что сейчас, несмотря ни на что, ваши коллеги из разных больниц, в том числе из Московской и областных, приезжали к нам, я спрашивал, естественно, про оборудование, и всё жду, когда скажут, что оборудование всё не приходит. Тем не менее, поставляют, и это значит, что растёт уровень возможного медицинского обслуживания, качественного. Если мы вспомним раньше, мне кажется, мы даже когда-то обсуждали вопрос с разными врачами, что, ну, вот по вашей профессии, тот же детский садик, да, вот я вспомнил, когда нас в школе приводили к этому аппарату. И уже было страшно. Да нет, только ты чуть-чуть, он ещё не жужжит. Вы его просто унюхали. Да, вы его унюхали, да. Вы его унюхали. А сейчас мы же видим, что при правильном подходе, когда врач, ну, вот в теме просто, по-другому не скажешь, он живёт этим. Конечно, он создаст вам условия и внимание, и ты даже не заметишь, пока тебя там то-сё, третье-десятое, всё, закрывайте рот. Так ничего же ещё не было, уже всё. Вот мне кажется, это всё вместе, и тогда возникает ещё такой вопрос, возвращаясь именно к здравоохранению. Следите ли вы сейчас за лекарственными поставками, потому что мы понимаем, что есть всё-таки, сейчас есть сложности. И за оборудованием. Вот, скажем так, обслуживающее население, сторона, имеется в виду техника, лекарственные препараты. Плохо там сейчас? Нет. А как это удаётся поддерживать? Понимаете, вот по плане плохо. Я могу, например, вам сделать медицинскую, оказать медицинскую помощь при помощи такого-то, либо другого медикамента. Эффективность, например, этого лекарственного препарата будет выше, или пролонгирование, то есть дольше действия, или эффективнее. А этого то же самое, но где-то по каким-то параметрам будет что-то уступать. Но, по сути дела, это два препарата, которые выполнят эту функцию. То есть не пустышку. Да, не пустышка. Если мы даже имеем какие-то сейчас ограничения или какие-то затруднения, не имея каких-то лекарственных препаратов, это не означает, что у нас нет аналогов, что у нас нет лекарственных препаратов, которые могут справиться с какой-то проблемой. Они у нас есть. То есть работа в этом направлении? Работа выполняется. Оборудование есть. Вот вы говорите, там, прекрасные, новые установки, новые аппараты, компьютеры, лазеры или так далее. Но нам что еще важно? Не просто, чтобы было это оборудование. Чтобы были те, кто... Но был тот, кто еще знал и умел, как работать на этом оборудовании. Образование. Образование, подготовку и еще, и что самое главное, чтобы люди ценили, что это оборудование стоит миллионы или миллиарды, и что не надо к нему подходить методом тыка. Да, да, с отверткой. С отверткой. К сожалению, Наталья Ивановна, с вами очень интересно разговаривать, но время наше вышло. Спасибо. Вот, скажите, вот как члены общественной палаты, у вас есть возможность обратиться к нашим гражданам с точки зрения медицинского все-таки работника, с точки зрения человека, который комиссию по здравоохранению возглавляет, куда обратиться, если кому-то нужно, и что нужно сделать, чтобы правильно себя вести в плане здоровья. Ну, наша общественная палата всегда открыта, двери всегда открыты, наши контакты и телефоны в общем доступе. Пожалуйста. И я вообще всегда на связи. Приходите, ищите. Наталья Львовна Феоктистова, я думаю, что эту фамилию хорошо знает не только в городском округе Люберцы, член общественной палаты городского округа, возглавляет комиссию по здравоохранению, врач-стоматолог, хирург высшей категории. Спасибо вам огромное. Желаем вам не только хороших пациентов, но и пациентов, которые помнят своих замечательных врачей. Ну и, конечно же, чтобы те проекты, которые вы сами разрабатываете, понимая, чувствуя, что надо всё-таки что-то новое. Может быть, не всё надо менять, но что-то новое нужно добавлять, что вы работаете вместе с коллегами. Это была программа «Открытый диалог». Будьте здоровы, как мы всегда говорим в таких программах. Меня зовут Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова